Оценили по достоинству. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С, с вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Владимир Гальченко, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, председатель Центральных деятелей. Ну вот последнюю неделю, да, уже даже чуть больше, мы все говорим о том, что вы лауреат этой прекрасной, престижнейшей театральной премии. На самом деле это самое дорогое для артиста звание, потому что это звание связано с профессией, потому что все остальное, председатель Центральных деятелей, это моя другая работа, но это как бы оценили мой труд. Мы сейчас только что за кадром говорили о том, что с 96-го года это первая самарская маска, которая приехала, актерская маска приехала в Самару. Да, Вера Ершова и вот сейчас. То есть это была Версана Ершова, да, это твоя партнерша, можно сказать. Вообще очень интересная история произошла, потому что прямо мы еще в зале находимся, театр Станиславского и Немировича, где происходила церемония, и уже пошли из Самары поздравления, потому что кто в Фейсбуке, маска размещает сразу по ходу действия, уже пошли поздравления, уже пошли СМСки, и мне в голову это не пришло, подсказали именно зрители, соединили нас с Верой, что вот Гарольд и Мот соединились. Ну, в общем-то, это символично и, наверное, правильно. Какие чувства? Я понимаю, что, наверное, в первую секунду, когда была объявлена, это шок, да? Это абсолютный шок, потому что всегда в таких ситуациях думаешь, ну, это про кого угодно, но только не про меня, потому что, ну, это наш Оскар, это выше этого нет, самая высокая наша, и это оценивают профессионалы, то есть во всех отношениях это очень, конечно, и думаешь, ну, меня это не должно коснуться. Вот, я так часто, уже 23 года, да, маски, так часто видел коллег из разных театров страны, выходящих на это место, но я никак не думал, что я в нем окажусь. И самое страшное, когда называют уже тебя, что ты должен выйти, вот эти секунды, пока ты бежишь до сцены, судорожно соображаешь, что же сейчас говорить. Ну, вот, есть такой момент, что все-таки, я думаю, миллионы поздравлений, да, сразу посыпались. Много. И смс-ками и так далее. Спасибо огромное зрителям. Вот, злые язычки какие-то были, ну, так, по-честному. Я пока не слышал. Ну, что не слышал? Я пока не слышал, ну, почему-то как-то вот все очень так рады. Да, на добро мовейно каким-то, мне кажется, такое счастье пришло. Да и в зале была очень добрая атмосфера, несмотря на то, что ни одного зрителя в зале не было. Это только коллеги. Там были коллеги, огромный оперный театр, и все сплошные коллеги разных уровней, разной степени популярности, известности, разной географии сидела вся страна. Вот, а конкурс вроде, да, есть проигравшие, есть победители, то есть, ну, по залу была какая-то атмосфера добра. Да, наверное, потому что те, которые даже не получили, не стали лауреатами, но они же стали номинантами. Это уже дорогой стране. Это награда. В такой большой стране именно твою работу выдвинули в номинацию, это победа. Вот у нас, например, Володя Морякин. Ну, это же победа. Ну, он вообще молодой такой актер, не очень столько лет впереди. Он самый младший был на маске в этом году. Да, и даже ровесников его не было, он самый маленький, и уже номинант маски. Я даже со сцены сказал, что я очень благодарен моему коню. И что так грозно сказал, вы еще о нем услышите. Ну, это действительно так. Я очень рад за Вовку. Вот мы говорили, опять же, за кадром сейчас тоже много о том, что, несмотря на то, что маска именная, и принадлежит она Владимиру Гальченко, это работа общая, совместная. Потому что артисты – это что такое? Это наглядные пособия работы массы людей. Это не только партнеры, которых видят зрители. Это и костюмеры, это и гримеры, это и световики, звуковики, монтировщики, которые ведут спектакль. И мне очень нравится так как-то, я тихо радуюсь той атмосфере, которая сейчас в драматическом театре, потому что люди говорят, мы это сделали. Не он это сделал, а мы это сделали. И это действительно так. Это победа театра. А я всего-навсего носитель их труда. Вот хочется еще поговорить о том, что я знаю, не все, наверное, телезрители, не все твои поклонники знают, что в связи с тем, что спектакль музыкальный, он насыщен музыкой, насыщен вокальными номерами, я знаю, ты очень волновалась. Да ужасно. Несмотря на то, что в обычной жизни прекрасно поешь, это не возникает никаких сложностей, а тут какая ответственность. Да, дело в том, что мы же драматические артисты, это все равно не наш жанр. И много я занимался. Спасибо Анечке Добротворцеву и моему педагогу по вокалу, его учительница первая моя, я ее называю. Но она замечательный педагог, у нее и табуретка запоет, а я ими как раз так табуреткой и есть. Да. Когда волнуешься, вылетает чего? В чем ты не очень уверен? Я много раз играл спектакли в Москве за мою, в общем, довольно большую творческую жизнь. В Москве меня не напугаешь, но я играл в своем жанре. А волнение, тем более маска, жюри, ответственность за тобой целая область стоит. Естественно, я боялся, что от этого волнения вылетит вокал. Я или разойдусь с фонограммой, или у меня сорвется голос, или я дам какого-нибудь петуха. Вот. Вот это волнение, конечно, было. Больше всего боялся. И когда я, наконец-то, наступил момент, когда я спел свои две арии и один дуэт, вот когда дуэтом все закончилось, я выдохнул. Думаю, ну все, ну теперь я могу, наконец-то, получить удовольствие от знаменитой сцены театра Пушкина, на которой мы работали. Ну и справился, и справляешься, и будешь справляться. Друзья, у нас есть фрагмент не с московского, конечно, выступления, но, тем не менее, со спектакля «История лошади» как раз вокальный номер Владимира Гальченко. Давайте его посмотрим и вернемся. Песня «История лошади» Кто жалеет себя, не умеет любить. Песня «История лошади» Браво за драму, браво за вокал, браво за все. Извините, чем могу вы называете. Это прекрасно, но я вот, опять же, знаю одну такую историю. Чего ты? Что был все-таки мистический компонент того, что выступление было хорошим. Мой сын Андрей, студент ГИТИСа, второй курс. Мой будущий коллега, помимо того, что сын. Естественно, был со мной, естественно, волновался за нас всех, за как пройдет спектакль. Работали мы в театре Пушкина на Тверском бульваре. Сейчас называется театр Пушкина. Вообще-то это знаменитый камерный театр Таирова, где первая актриса Алиса Коуна. И когда Сталин, в общем-то, закрыл этот театр, очень ужасно поступил с Таировым, Алиса вышла на эту сцену камерного театра и прокляла ее, чтобы на этой сцене ничего хорошего больше не было, сказала Алиса. И вот это проклятие над сценой... Не байка такая театра, а ли? Не байка, это факт. Ну, факт, но все равно же она из устраста. Да, оно есть проклятие, этого театра. Ну, естественно, они чтят свою историю, естественно, в фойе театра на манекене платья Алисы Коунын там под колпаком. Ну, мы там репетируем, а своему сцену мой сын пошел к этому платью и говорит, Алиса, сними проклятие на один вечер, там мой папа работает, а потом давай пять. Вот, и может быть это и помогло, потому что у меня ощущения стали, что сцена очень легкая, сцена очень помогает. Сцена бывает легкая, бывает тяжелая, да? Мне показалось, она какой-то легкой, очень уютной, как-то там было комфортно. Может, действительно сын помог? Я лишь услышал о просьбе студента. Ну, Андрюш, очень хотелось, мне кажется. Он же еще очень чуткий человек у тебя. Он сын первый вообще. И сын, и в принципе очень чуткий человечек, который понимает и театр, и знает тоже все это изнутри. Что первое сказал тебе, Андрей, когда все-таки случилось это счастье? Он же, наверное, один из первых поздравил. Да, он расплакался. Да? Несмотря на то, что взрослый парень, 20 лет утром. Мы вместе с ним сидели в театре Станиславского и Немировича, потому что номинант имеет право на одного гостя. Ну, мне выбирать не пришлось, конечно же, сын. Его отпустили там занятия в ГИТИСе. Ну, конечно, я бы тоже, наверное, расплакался. Но мне нельзя было, мне слова надо было говорить. Слушай, вот мы тоже говорили, мы же тебя поздравляли. Позвонили тебе, когда ты еще был в Москве одними тоже из первых, мне хочется надеяться. И мы говорили о том, что несмотря на то, что театральный мир, он может такой быть кулуарный немножечко, где-то что-то, служки какие-то. Говоришь, ничего не было известно заранее. Вообще ни одного служка даже. Во всех новостях наш источник из администрации президента нам доложил то-то, то-то. Или наш источник из МИДа доложил тот. Тут никакой источник ничего не доложил. Потому что, это и структура маски, кстати, хороша в этом. Потому что последние спектакли не отсмотрели 18-го вечера, 19-го награждения. То есть они ночью последние вердикты. А ситуация какая? Значит, есть экспертный совет по музыкальному театру и по драматическому. Нас отсматривал музыкальный, потому что мы мюзикл. Вот. Эксперты объездили по всей стране, отобрали спектакли, номинировали эти спектакли. Кому сколько номинаций они посчитали нужным и завершили свою работу. Пришли совершенно другие люди, называемые жюри. В этом году возглавлял музыкальное жюри знаменитый скрипач Стадлер. Жюри смотрел. Голосуют они на своих листах. За, против. Никто не знает, как проголосовал сосед Вася. И сбрасывают все необходимое. Куда там сбрасывают. Приходят третьи люди, которые достают эти бумажки. А потом считают. То есть члены жюри сидели в зале и тоже слышали в результате, кого же они наградили. Но это совсем, это прям честные выборы. Получается так. Получается так. Хочется еще сказать о том, что получилась у нас такая интересная история в этом году, что номинированы были аж целых три театра Самарской области. Это впервые у нас такое. И это, конечно, замечательно. И театр оперы и балета второй год уже попадают в номинацию. То есть мы говорили, что это уже победа. В этом году коллеги были номинированы спектаклем Леди Магвицинского езда Шостаковичева. Постановки Исааки Ана. Очень хорошая, кстати. Да, замечательный режиссер. У него не вокальная, а у него театральная история. Ну, об этом отдельная передача. Во второй раз театр Грани. Он у нас маленький, но такой звучный оказался. И вот одну маску они привезли, Леночка Соловьева, художник по костюмам. И драматический театр спустя большой-большой перерыв попал в номинацию, потому что была номинация «Полковник Птица». Была несколько лет назад, да, номинация. И спустя какой-то перерыв вот случилось. Но чтобы три театра из одного региона попали в серьезные номинации такого серьезного конкурса. И получилось, что два все-таки взяли. То есть мы две маски в область привезли, правильно? Вот моя одна актерская и другая у Елены Соловьевой, художника по костюмам, спектакль «Корабль дураков» в театр Грани. Вот всю мою работу выполнился с Владимира Гальченко, подвелся как раз к сюжету, который предлагают тоже нашим телезрителям посмотреть. И Елена, к сожалению, сегодня не смогла приехать к нам на эфир, хотя очень хотела. Не отпустили с работы, много проектов. Вот, но тем не менее она с нами. И мы поздравляем Елену с тем, что она тоже обладательница «Золотой маски». Давайте посмотрим на ее работу. Это костюмы в спектакле «Корабль дураков» в театре Грани Новокубишевск. Привет! Бог да поможет вам! Мое почтение, господа! Что всех вас привело сюда! А молодец пришла нужда! Скажите, печь у вас в порядке? Уголяй прочего в достатке! Возьмете переплавить нас! Извольте! Ну, можно хоть сейчас! А мы уж не обидим вас! Что скажете, заплатим сразу! Любой, хромой ли, одноглазый, красавцем станет молодым, лишь стоит мне заняться им. Останетесь довольны вы? Так, а коцены каковы? Что вы хотите за работу? Всего по сто и кюлью. Да что ты! Так я хотя на свете-то нет! Ну, за обоих сто монет. Дешевле я не стану браться. И вы кончайте торговаться и отвечайте, мы согласны. Мы согласны! Мы согласны! Прекрасно! Но я узнать хочу сначала, что за причины и резоны в виду имеют ваши жены. С чего так не втерпешим стало, что после, как хребнут печали, они меня не упрекали. По мне, вас лучше так оставить. Нет-нет, их нужно переплавить. Чем они вам не по вкусу? Тем, что бессильны, толстопузы, морщинисты и сидаусы? Ох, вы наплачетесь потом. Мужья у вас под каблуком, и в деньгах вы сейчас свободны. Их тратите на что угодно. Потом ведь будете крушиться. Ах, мастер, им одну вещицу исправить нужно. И не ус! На ваших период я вкусу. Хотя по мне и так не худо. Вы сами, сударь, откуда? Мы в этом городе живем, у нас у каждого свой дом. И здесь мы встали этим смертный час. Так значит, переплавить вас? Ну что, за мною дело-то не станет. У вас что надо, то и встанет. Отсюда, вплоть до Важерара, ни у кого такого жара не будет на любовном ложе. Яви нам эту милость, Боже. Святая простота. Великолепные костюмы тоже каждый раз, когда смотрю. И спектакль очень хороший. Удивляюсь и спектаклю, да, и самим костюмом. Вот есть такой момент, хочу тоже его озвучить. Люблю всех представителей актерского сообщества в разных жанрах. Но, на ваш взгляд, это правильно, что в одном конкурсе, получается, судят и актеров, и другие, получается, цеха костюма, декорации и так далее. То есть это как единый организм выступает? Я думаю, что артист всего-навсего, наглядный показатель работы большого количества людей. Это действительно так. Потому что театр же искусство коллективное. Мы не эстрада. Вышла Пугачева замечательно, но спела песенку, ей все похлопали. Она одна, театр. А мы искусство коллективное. Мы друг без друга не можем. Какие бы мы там не были гениальны, упаси же Богу, неповторимы. Да, нет, мы друг без друга не можем. Мы не можем без своих партнеров. Мы не можем без художника по свету. Мы не можем без звуковика хорошего, который нас чувствует, который нас отгадывает. Мы не можем без костюмера, который стоит в кулисах. У тебя секунда, особенно вот в истории лошади, у меня секундные переодевания. Стоит Катя, наша Катя, ждет, встречает, одевает, только руки расставляет, чтобы ей не мешать. И побежал. То есть это действительно труд большого количества людей. Поэтому про театр нельзя говорить. Этих мы в одну посуду, этих мы в другую. Это одна посуда под названием театр. Еще хочется сказать, наверное, какую-то такую позитивную мысль провести в том плане, что уровень повышается. Все равно бывает, мы говорили не раз о том, что волнами как-то бывает, что спады какие-то, возвышения. А потому что касаемо творчества, Ива, совсем нельзя планировать. Оно не поддается никакому планированию. Вот надо углублять. Да ни черта не выйдет. Творчество, я не знаю, оно случается. Оно рождается вдруг, непонятно из какого воздуха. Так сложилось. Вот так сложилось, что приехал Грицай. Так сложилось, что подобралась именно такая группа артистов. Причем артисты тоже сложно подбирались. Были у нас сбежанты с дистанции. Сбежанты? Сбежанты были. Спектакль тяжелый физический. Сложно-валото. Были сбежанты, были вызыванты-срочниканты. Давай-ка быстро. Я вот из этой серии, я не планировался в этом спектакле совсем. Как удачные звезды сошлись. Спасибо, что звезды сошлись. Даже не знаю, кому сказать спасибо. Тому, кто сбежал, что ли, я не знаю. Вот. Нельзя это запланировать. Нельзя сказать, что вот сейчас мы тремя спектаклями с губернии выехали, а на будущий год четырьмя, а потом пятью. Нет. Мы на будущий год можем не выйти ни одним. Это очень тонкая грань. Случится, не случится. Но так бы хотелось, чтобы случилось. Хочется еще поговорить о том, что в театре, понятно, да, все рады и все, но будет ли такой момент, что этот спектакль, вот там у нас есть лауреат «Золотой маски», это будет дальше пиариться как-то эта тема? Или это вот такая вещь, которую один раз вот мы с помпой все сказали, по всем эфирам прогулялись, и потом как-то на нет. Честно говоря, вот я волновался на премьере. Ну, что естественно. Я волновался больше всего по поводу вокала, но вообще в принципе волновался по поводу масочного московского спектакля. Теперь я волнуюсь следующего спектакля, который будет. Потому что, естественно, зритель придет и скажет, ну-ка, покажи, за что там маски дают. Лауреат за что там маски дают. Ну, вообще, волнение, по-моему, это составляющая часть профессии. Иногда приводит к успеху, иногда нет. Будем надеяться, что к успеху. Вот хочется еще про московского зрителя поговорить, потому что я знаю, что во время спектакля, когда вы играли как раз, были очень почетные гости. Был Марк Захаров с Александром Захаровой. И были еще там, да, можно перечислить. Илья Резник. Да, долго. Представительство было хорошее. Какие отзывы от столичных коллег? Потому что это всегда же понятно, что зритель тебя любит, зритель пришел, похлопал. Ну, с Марком Захаровым говорил Сергей Грицай. То, что он нам донес, что Марк Анатольевич остался доволен. Это все в пересказе. А то, что пересказывать не надо, это зрительный зал. Я его видел, мы все его видели, нам не надо его пересказывать. Московский зритель балованный зритель. Московский зритель не такой эмоциональный, как самарские. Это самарцы сразу вскакивают, благодарят, любят театры. Москва нет, Москва так. Ну, здравствуйте, вы нам понравились. Да, здесь так и началось вначале. Но постепенно, как спектакль шел, мы ощущали, как мы забирали этого зрителя. И в том результате он стал абсолютно самарским. Он подскочил, чтобы Москва встала. Вообще не знаю, что надо показать. Вот, но Москва встала, Москва кричала «Браво!». Вот, и мы, когда спектакль закончился, друг к другу говорим, мы, в принципе, зрительский успех мы поимели. Что там скажет жюри, уже черт с ним, черт с ним все говорили. Так, уже нам совершенно не важно, не важно, говорили вы, на самом деле, очень. Даже было важно. Но мы так себя успокаивали. Вот, мы уже как заочно их на всякий случай не любили. Что они там понимают. Вот, зрители нас приедут. Это нормальная ситуация, очень, кстати, добрая. И вот на этой церемонии тоже обратил на что внимание. Там артисты разного же уровня, разной степени значимости, разной степени медийности. Есть медийные, есть совсем не медийные. Вот, так волновались. Так плакали, держа вот эту маску в руках. Отверственность. И радость какая. Боже мой. Я так болел за Женю Симонову в театре Маяковского, актрису, которую я люблю с детства. Вот она вышла и говорит, я так давно не получала маски. А потом поправилась и говорит, у меня это вообще первое. Вот. И слезы на глазах. То есть. Две минутки меньше остается, не могу не спросить. Вот такой случился эксперимент, замечательный, чудесный, который состоялся. На что еще готов актер Владимир Гальченко ради театра, ради искусства? На какие эксперименты? Балетом заняться? Я не знаю, что еще. Я так смеюсь, что скоро мне надо заняться театром кукол. Там я еще нигде не номинировался. Ну, это шутка. Но я прекрасно понимаю, что это не повторится. Вот у меня точно это не повторится. Потому что у артистов вообще-то редко повторяется. Это режиссеры по пять, по шесть масок могут иметь, да, в разных городах. Художники также. А у артиста спасибо, что она есть одна. Это вообще... Можем мы вот этой маской, маской Лены Соловьевой, привлечь к нам масок еще? Вот как-то, я не знаю, пустить в космос такую мысль? Я думаю, нет, но надо пытаться. Надо всегда пытаться. А вдруг что получится? Ну, хорошо работать. Надо хорошо работать. Вообще, вовремя приходит к тому, кто умеет ждать. Вот, кстати, хорошая мудрость. Я считаю, что маска мне пришла вовремя. Я долго ее ждал. Спасибо огромное, что пришли. Поздравляем еще раз с такой победой. Спасибо. Победой не только вашей личной, но победой... Театра. Театра. Победой нас как зрителей, как поклонников конкретного спектакля. И вообще театра, и вообще искусство. Ходите в театр, дорогие друзья. И прощаюсь с вами до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова